приветствую вас на программе истинной евангелия цель его служения донести до людей весть о божьей безусловной любви и благодати а теперь давайте послушаем эндрю я приветствую вас на программу истинной евангелия сегодня вторник и я продолжаю говорить о крещении святым духом что это такое как это крещение влияет на нас и меняет нас также мы говорим о даре говорения на языках вчера я сделал важное введение в эту тему и считаю нужно было сказать то что многие научены что эти дары уже не действуют сегодня что все это не для нас некоторые считают что получили уже все эти дары когда спаслись и что не нужно вторую встречу с господом на эту тему что называется но библия учат не так я показывал что в 20 главе иоанна ученики были рождены свыше они исповедовали что иисус и господь что он воскрес из мертвых а это как согласно римлянам 10 9 значит родиться свыше более того иисус дунул на них и сказал примите духа святого потом в первой главе деяний он сказал оставайтесь в иерусалиме пока не будете крещены духом святым одно дело когда святой дух действует и движется в вашей жизни производит спасение и совсем другое когда вы просто полностью погружены и наполнены и ведомы силой святого духа вот о чем говорят эти стихи поэтому удивительно что многие христиане не признают отдельной встречи с господом я немного изучал историю церкви и не то чтобы я большой специалист но могу вам привести такие примеры героев прошлого как дуайт эл муди чарльз финей и можно еще долго перечислять всех великих мужей божий которые сделали шаг и стали родоначальниками культур определенных которые повлияли на нас у них у всех была вторая встреча с господом здесь и дэвид тоузер и множество других все они говорили о второй встречи с господом о втором переживании после обретения спасения я не принижаю роль рождения свыше но если мы говорим о внешнем проявлении бога в нашей жизни которая заметна со стороны то есть вторая встреча второе переживание которое библия называет крещением святым духом она для нас сегодня это не то же самое что спасение это отдельное переживание получаете вы его не автоматически вам нужно поверить чтобы принять сомневаться значит разочароваться вчера мы об этом много говорили обратимся к 3 главе матфея и то же самое мы читаем 3 главе евангелия от луки и в других местах евангелий здесь матфея 3 главе 11 стихи ян креститель говорит матфея 3 11 я крещу вас в воде покаянием но идущие за мною сильнее меня я не достоин понести обувь его он будет крестить вас духом святым и огнем это удивительно потрясающе утверждение здесь он пророчествовал что с приходом нового завета мессия иисус будет крестить нас духом святым и огнем и в библии очень много очень много стихов которые говорят об этом на самом деле христианская церковь не отрицает крещение святым духом но некоторые говорят что все это пришло вместе со спасением что нет такого отдельного переживания даже отвергают дары святого духа говорение на языках веру исцеление развлечения духов и другие перечислены в 12 главе 1 коринфянам а там как раз говорится что все они предназначены для нас сегодня но даже противники вынуждены признать что есть крещение святым духом потому что библия очень много о нем говорит но они учат и уже принял его когда родился свыше однако писание учит по-другому я приводил примеры из иоанна 20 главы деяния 1 главы 8 10 11 главы 19 главы и другие места множество примеров стихов писания показывают что это переживание отличается от рождения свыше мой собственный опыт свидетельствует о том же этом же учит и слово божье есть множество мест писания которые говорят об этом переживании давайте разберемся поподробнее в этом вопросе я хочу говорить по порядку не знаю только правильно ли это порядок откройте 1 коринфянам 13 главу я сам вырос в баптистской церкви там не то чтобы учили против святого духа но и ничего не говорили за о нем просто считали вопрос неважным но мы знаем время нам 10 главе 17 стихе сказано вера слышно и слышно от слова божья в нашей церкви были разные пасторы какие-то не задерживались надолго некоторые имели твердое предубеждение против крещения святым духом но вот один пастор с которым я сблизился больше других признавал что это происходит сегодня и кто-то может говорить на языках но при этом говорил вам это не нужно это не для вас не для всех вот лишь такой степени наши баптистские пасторы подбирались к отдельному переживанию говорению на языках и другим дарам духа святого и этот пастор наверное был самым оптимистичным в этом вопросе в лучшем случае они лишь признают что такое может происходить но вам точно это не нужно а в худшем эти люди учат что это дело давнего прошлого и ушло вместе с апостолами нам приводили много мест писания чтобы показать что крещение духом святым не для нас поэтому когда я узнал крещение святым духом и пережил его мне нужно было разобраться со всем чему меня учили до этого против крещения духом святым и знаете большинство аргументов довольно легко было развенчать и опрокинуть кроме одного и он мне дался с большим трудом это отрывок из 1 коринфянам 13 глава этот стих всегда меня озадачивал и заставлял думать что может быть и действительно дары духа святого могли остаться в прошлом ведь 13 глава 1 коринфянам находится прямо между 14 и 12 главами и там речь идет о дарах святого духа куда входит говорение на языках дар чудо творение дар веры дар исцеления а посередине говорится ревнуйте о превосходнейшем пути меня учили что этот превосходнейший путь любовь attribute превыше всех даров святого духа но если посмотреть в контексте там не говорится что любовь лучше даров Святого Духа. Павел говорит, что двигаться в дарах Святого Духа, исходя из любви, лучше, чем по плоти. Вы можете подумать, но двигаться в дарах Святого Духа по плоти, ведь невозможно. Возможно. Вся 12 глава 1 Коринфянам говорит, как они пророчествовали по плоти, фактически критикуют других во имя Господа. Еще собирались вместе, чтобы принимать причастие, а вместо этого напивались и занимались вообще непонятно чем. И это было неправильно. Вполне возможно двигаться в дарах Святого Духа и при этом делать это с нечистыми мотивами. Мы сегодня говорим на другую тему, но заметьте, неверно думать, будто если вы используете Святой Дух, то вы чистый Святой Дух. Нет, это не так. Меня использует Дух Святой, но я никогда не был чистым Святым Духом, что называется. Вот чему я учил, когда был пастором, и это поистине освобождало людей и помогало им двигаться в дарах Святого Духа. Я говорил им, Бог дает вам побуждение, посылает слово. Но когда вы начинаете его говорить, вы готовы произнести целую речь, из одного слова сделать целый параграф. Это не означает, что вы от дьявола, что вы неправы, и раз вы сказали что-то не то, это демоническое влияние. Нет, вы получили слово от Бога, но потом вы прибавили к нему чуточку своего. Примерно то же самое происходит, когда я учу. Большинство из вас согласятся на сто процентов, что я говорю и учу несовершенным образом, но я верю, что мои слова вдохновлены Богом. Бог побуждает меня говорить их, но когда вы их услышите, они уже пройдут через меня, мой разум, мою личность, приобретут мой техасский акцент. Сам Бог говорил бы по-другому, но Бог говорит через меня. Он вдохновляет мои слова, но когда они прозвучат, в них уже есть я, мое. Там никогда не бывает чистого Святого Духа Совершенного. Когда я слушаю собственные учения, иногда я это делаю, чтобы сказать все, что запланировал, и мне сложно себя слушать, потому что я думаю, надо было так сказать, а не так, надо было этот стих процитировать, а не тот. Я слушал свое учение на эту тему, когда ехал сюда, и там процитировано Деяние 5.12 вместо Деяния 4.12, но я буквально кричал на самого себя, это же не тот стих. Как-то один человек отнес мое учение о крещении Святым Духом своему пастору на критику, он сел слушать, и каждый раз, когда я цитировал Писание, он останавливал магнитофон. Это было давно, во времена магнитофонов, они находили этот стих, обсуждали его, а потом возвращались к аудиозаписи. Он был настроен очень критично и искал, к чему придраться. Ну и вот, я процитировал один стих, он остановил запись, посмотрел, и я назвал не тот стих Писания. На этом моменте он вскипел. Я же говорил, что все это от дьявола. Если бы он от Бога был, там бы был чистый Святой Дух. Он назвал бы верную ссылку, и он отказался принять все, что я хотел сказать. К счастью, большинство наших зрителей не такие дотошные критиканы и законники. Но вот что я хочу сказать. Бог говорит через меня. Я верю, что в сердцевине того, что я говорю, есть Бог. Он хочет все это донести до вас, но скажу ли я идеально точно каждое слово? Всегда ли буду правильно цитировать? Или, если я сказал не то, означает ли это, что не Бог меня вдохновлял? Нет, Бог говорит через нас, но пока еще у Бога не было совершенных работников. Я учил об этом в церквях, где был пастором, и все понимали, что они могут быть вдохновлены Богом и при этом немного отклониться. И именно по этой причине 14 глава 1 Коринфянам призывает нас рассуждать о пророчествах. И члены церкви смело выходили вперед и говорили, а я комментировал, думаю, 90% того, что вы сказали действительно от Господа. Вот это было превосходно. Но мне кажется, вот тут вы были не совсем правы. И я объяснял по Писанию, почему это было не так. И люди чувствовали себя в безопасности, чувствовали себя защищенными, и дары Святого Духа действовали, происходили исцеления. Как раз тогда мы называли имена людей, которых никогда раньше не видели. Мы могли просекать Духи Святом и при этом сказать, «Тебя зовут так-то, вот что Господь говорит тебе». И когда вы начинаете двигаться таким образом, вы можете подумать, «А что, если я сделаю что-то не так?» Ну, наверное, это однажды случится. Но только не надо делать вывод, что это не от Бога. Бог говорил Библии через предосвященника Каиафа, а он был не таким уж святым. И все же Бог передал через него пророчество, что Иисус умрет за грехи всего народа. Бог говорил через Валаамову ослицу. Не потому, что ослица была какой-то духовной, но Бог через нее говорил, «Аминь». Если вы не лучшие ослицы, Бог может и вас использовать. Это не значит, что все, что вы будете делать, будет совершенно правильно. Но вернемся к мнению, что любовь превыше даров. Нет, там говорится, что дары, действующие в любви, превыше действования в дарах по плоти. Павел говорит об этом в 13 главе 1 Коринфянам 8 стих. Он говорит, «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся». Это утверждение берут потом люди и говорят, «Видите, пророчества прекратятся, языки умолкнут, и аргументируют это, что вот уже это произошло». Но продолжайте дальше читать. Там написано, что и знание упразднится. Упразднилось ли знание сегодня? Знаете, я иногда удивляюсь, не упразднилось ли знание у людей, которые говорят такие вещи, потому что то, что они говорят, довольно глупо. Но я читаю 9 стих, «Ибо мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем, когда же нас станет совершенное тогда то, что отчасти прекратится». И люди говорят, что «совершенно» — это Слово Божье. Я верю, что Слово Божье совершенно. В 18-м псалме написано, «Закон Господа совершен». Я верю и соглашаюсь, что Слово «совершенно», но это не то «совершенное», о котором говорится в Первом Послании к Арифинам, потому что нужно дальше читать. Пусть Писание объяснит себя. Смотрите на контекст. Сказано, «Когда же нас станет совершенное? Тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Здесь говорится о том, что придет время, когда мы перерастем крещение Святым Духом, перерастем дары Духа, говорения на языках, пророчества и все остальные вещи. Я с этим согласен, без проблем. 12 стих. Теперь, пока «совершенное» еще не настало, мы видим как бы свой стусклое стекло. Гадательно. Тогда же, когда «совершенное» настанет лицом к лицу. Вы видели Бога лицом к лицу? Ну, вы можете ответить духовно, что в какой-то мере общаетесь с Ним к лицом к лицу, но не физически, это еще не произошло. Там написано, что когда «на станет совершенное», мы увидим Бога лицом к лицу. Земная жизнь закончится, и мы увидим Бога лицом к лицу. И Павел продолжает. «Теперь, пока «совершенное» еще не настало, знаю я отчасти, а тогда, после того, как «совершенное» настанет, познаю подобно, как я познан. Этот стих ясно дает понять, что когда «на станет совершенное», мы увидим Бога лицом к лицу, и будем знать все подобно, как мы познаны. Скажите, вы знаете все? Ваш маленький физический мозг, размером с орех, все понимает? Напишите ли вы идеально любой тест? Можете ли вы все запомнить? Никто так не готов сказать. Но когда у нас будут прославлены тела, мы будем знать все подобно, как мы познаны. И тот стих, где языки умолкнут, пророчества прекратятся, говорит, что в это же время и знание упразднится. А знание еще не упразднилось. Также там говорится, что мы увидим Бога лицом к лицу и будем знать все подобно, как мы познаны. Пока это еще не настало и не произошло, и не произойдет, пока Иисус не вернется, и тогда мы обретем прославленные тела. Поэтому совершенное, которое настанет, это либо второе пришествие Иисуса, либо обретение нами прославленного тела. Но и то, и другое произойдет в один момент. И тогда нам не нужно будет говорить на языках, не нужно будет пророчества, потому что мы будем понимать все. Все плотское знание упразднится. У нас будет Божье сверхъестественное знание. Мы будем видеть Его лицом к лицу. И когда это произойдет, нам не нужны будут дары Святого Духа, крещения Святым Духом, потому что Дух Святой дан нам, чтобы подкреплять нас в немощах наших, как написано в 8 главе Римлян. Мы не знаем, как молиться, но сам Дух подкрепляет нас в немощах наших, потому что мы не знаем, как молиться. Когда вы будете совершенны, получите прославленное тело, ваш ум будет полностью обновлен, и вы будете знать все. Тогда вам не нужно будет ходатайство Святого Духа, дар языков пророчества. Вам ничего этого не будет нужно, когда оно станет совершенное при втором пришествии Иисуса с нашими прославленными телами. Однако в этой жизни, да, Слово Божье совершенное, но здесь не об этом говорится, потому что все остальное еще не произошло. Так что то самое местописание, которое, как я раньше думал, говорит, что и в самом деле пророчества прекратятся, языки умолкнут, оно же и указывает, что все это не произойдет до второго пришествия Господа, когда мы получим прославленные тела. А до того момента нам нужно крещение Святым Духом, нам нужны дары Святого Духа, чтобы мы могли преодолевать свои физические ограничения и действовать в неограниченной силе и способностях Святого Духа. Я говорю все это, потому что сам был в среде, где верят, что крещение Святым Духом, говорение языка, действие даров чудес исцеления, все это от дьявола, и все это давно прошло. Я вышел из этой среды и все же пришел к осознанию, что такое мнение неверно. Эти все проявления не ушли, Бог все еще изливает Своего Духа, судьбы людей меняются, моя жизнь изменилась, я видел тысячи, десятки тысяч людей, которые принимают крещение Святым Духом и говорят на языках. Я возвращался к ним через несколько лет, и мне говорили, когда помолился с вами и принял Святого Духа, Библия ожила, дары действуют, сила изливается, чудеса происходят, как пророчествовал Иисус, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Именно об этом говорит Писание. Многие из вас родены свыше и действительно любят Бога, но вы разочарованы, у вас нет силы, сверхъестественная сила Божия не проистекает через вашу жизнь, а вы к тому же отвергаете крещение Святым Духом. Я скажу вам, одно с другим связано. Ваше непринятие крещения Святым Духом является причиной бессилия в вашей жизни. Об этом говорит Иисус, об этом говорят пророчества, об этом говорит мое личное свидетельство. Некоторые из вас думают, ну, я в этом не уверен. Но, а я уверен, совершенно уверен, полностью убежден. Если вы не убеждены, поверьте слову убежденного человека. Я знаю, что у вас, вероятно, миллионы вопросов. Кто-то не понимает, ты хочешь сказать, что те, кто не верит, что крещение Святым Духом сегодня для нас, что они что, а дьявол, они не попадут на небеса, потому что не верят в это? Нет. Я родился свыше и знал, что пойду на небеса. Я имел отношение с Богом и при этом не верил в крещение Святым Духом, потому что меня об этом не учили. Я думаю, что верующие могут идти на небеса без Святого Духа, но фактически без Святого Духа вы попадете на небеса быстрее, потому что у вас не будет сила, о которой говорил Иисус, и вы внезапно можете умереть от болезни и не выполните свое предназначение, потому что не имеете силы принять исцеление. Можно посмотреть на это с другой стороны. Если изучить жизнь людей, которые двигались в сверхъестественном, которые имели дары чудотворения, исцеления, дар веры, которые заявляли, что люди исцеляются на их служениях, в 99 случаях из 100 все те, кто движутся в сверхъестественных сферах Божьих, верят в крещение Святым Духом и говорение на иных языках. Иногда какие-то проявления происходят и у тех, кто не верит в крещение Святым Духом и говорение на языках, потому что они отчаянно ищут, взывают, ведь даже старая слепая белка нет-нет, да и натнется на орех, если будет достаточно долго искать. Если вы отчаянно ищете и молитесь, то можете наткнуться на чудо, потому что Бог вас любит, но говорю вам, в 99 случаях из 100 те, кто движутся в сверхъестественной силе Божьей, верят в крещение Святым Духом и говорение на иных языках. У тех, кто не верит, не практикует этого, такие случаи редкость, а многие из них даже отрицают, что это актуально для нас сегодня. То, о чем мы говорили, должно вас убедить, если вы будете достаточно внимательны что в крещении Святым Духом все-таки что-то есть. И это действительно так. Я знаю, многие из вас не желают принимать этого, но это абсолютная правда. Хочу ли я сказать, что Бог сердит на тех, кто не имеет крещения Святым Духом? Нет. Он не зол на вас. Когда-то я не имел крещения Святым Духом, и Бог любил меня. Есть у вас крещение Святым Духом или нет? Это не влияет на Божью любовь к вам, но это влияет на вашу любовь к Богу. Опять же, Римлянам 5.5. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излила сердца наши Духом Святым, данным нам. Когда Дух Святой придет в вашу жизнь, Он крестит вас в любовь. Чарльз Финей, по-моему, когда у него была вторая встреча с Господом, крещение Святым Духом, он написал это как волны любви, жидкой любви, протекающей через него. Когда я принял крещение Святым Духом, я тогда еще не читал о Чарльзе Финеи и не мог описать свое переживание такими словами, но, оглядываясь назад, я могу сказать, что чувствовал себя именно так. Я чувствовал, как любовь Божья изливалась в мое сердце. Крещение Святым Духом заставит вас влюбиться в Иисуса, как никогда раньше. Оно изменило меня, мою жизнь, и будет в точности, как Иисус сказал. Оно даст вам силу. Крещение Святым Духом принадлежит нам сегодня, и те места Писания, которые якобы учат против того, что крещение Святым Духом действительно сегодня, как раз, наоборот, доказывает, что крещение Святым Духом действительно для нас сегодня действует, как, например, 13 глава Первого Послания к Оримфинам. Это по-библейски, это по Писанию, и это происходит сегодня для тех, кто верит в Библии. Позвольте мне упомянуть, мы предлагаем вам книгу, которая называется «Твоё новое Я, Святой Дух, о спасении и окрещении Святым Духом», с говорением иными языками. Эта книга гораздо более детально описывает то, что я пытаюсь рассказать на этой программе. Мы вышлем вам эту книгу в обмен на пожертвования. Если вы никогда не принимали крещение Святым Духом, если вы позвоните нам, и вы помолитесь с одним из наших работников, и примете крещение Святым Духом, мы пришлем вам эту книгу в подарок. Кроме этого, мы предлагаем вам CD-D-диски с этим учением. Послушайте объявление о том, как сделать заказ этих материалов, и, пожалуйста, звоните и пишите нам сегодня, и принимайте эти учения. Представляем два важных учения в одной книге, которая называется «Твоё новое Я и Святой Дух». Что на самом деле произошло, когда вы приняли Иисуса своим Спасителем? Что Слово Божье говорит о прощении грехов прошлых, настоящих и будущих? И новообращенные и верующие со стажем получат благословение, узнав больше о спасении, которое они получили через Иисуса. Вторая часть книги рассказывает о Святом Духе. Из нее вы узнаете, почему крещение Святым Духом абсолютно необходимость для верующего, что такое говорение иными языками, для кого это дар, можете ли вы сегодня его использовать. Во второй части книги «Твоё новое Я и Святой Дух» Эндрю ответит на эти и другие важные вопросы о Святом Духе. Для того, чтобы заказать книгу Эндрю Вомака «Твоё новое Я и Святой Дух», свяжитесь с нашими представителями. Контактная информация на экране. Вы хотите изменить себя и свою жизнь, но снова и снова терпите неудачу? Возможно ли вообще измениться к лучшему и сохранить эти изменения? Узнаете способ гарантированных перемен для себя и своей жизни. В книге Эндрю Вомака «Изменения без усилий» Эндрю раскрывает секреты, которые помогут вам освободиться от ненужного бремени и войти в полноту Божьих благословений и призваний. Для того, чтобы получить книгу Эндрю Вомака «Изменения без усилий», свяжитесь с нашими представителями. Контактная информация на экране. Вы много молитесь, читаете Библию, но в вашей жизни ничего не меняется? Книга Эндрю Вомака под названием «У вас уже все есть» книга хороших новостей. Божий ответ на ваши молитвы не зависит от ваших дел и поступков. Он зависит от поступка, который уже совершил Иисус, когда отправился на крест. Прочитав эту книгу, вы получите знания, которые помогут вам изменить свою жизнь к лучшему. Наше зачастую неверное понимание христианства и формальный подход к вопросам веры мешают нам увидеть истинную природу и натуру Бога, который не желает ничего другого, кроме близкой дружбы с нами. Каков характер Бога? Какой Он, добрый или злой? Почему Он такой разный в Ветхом и Новом Завете? Отвечает ли Бог на наши молитвы? Любит ли Он нас по-настоящему? Вам наверняка знакомы эти вопросы. Вы либо задавались ими сами, либо слышали их от других. В книге Эндрю Вомака «Истинная натура Бога» Эндрю дает ясные ответы на эти и множество других вопросов. Чтобы заказать эту книгу, свяжитесь с нашими представителями. Контактная информация на экране. Чтобы заказать книги и диски с учением Эндрю Вомака, вы можете позвонить нам по следующим телефонам 8-921-993-7009 8-921-993-7009 или по телефону 8-812-371-6104 8-812-371-6104 Также заказать книги, CD или DVD-диски с учениями Эндрю Вомака вы можете на нашем сайте cbtcrusha.ru cbtcrusha.ru Зайдите в раздел «Книги и DVD», выберите нужную вам книгу или диск и сделайте заказ. Вы также можете сделать заказ, написав нам на один из указанных ниже электронных адресов info.sobaka.cbtcrusha.ru или awmrusha.sobaka.gmail.com Вы также можете написать нам на почтовый адрес, который видите на экране. Смотрите в следующей передаче истинной Евангелия. Здесь также те, кто верит в крещение Святым Духом и говорение на языках, на мой взгляд, часто совершают ошибку, даже исполненные Духом 50-ники. Они учат, что нужно ожидать Святого Духа. Я лично встречал людей, которые ожидали 20 и 30 лет, просили, искали Бога, чтобы Дух на них сошел. И все это из-за этого местописания, где говорится, ждите обещанного от Отца и не отлучайтесь из Иерусалима. Они поняли эти слова буквально так, что вам нужно ждать, а Бог сам решает, когда исполнить вас Духом Святым. А сами вы не можете, что называется, приобщиться к Духу Святому. Нужно умолять Бога, а потом ждать, когда Он решит исполнить вас Духом Святым. А решение, мол, полностью зависит от Господа. Но мой ответ таков на это мнение. Если вы хотите буквально понимать слова «не отлучайтесь» и «ждите» в Иерусалиме, тогда вам нужно ждать Святого Духа и делать это в Иерусалиме. И ждать там. Я считаю, что к нам данная буквально трактовка неприемлема. Не пропустите передачу «Истинная Евангелие завтра». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова